Многие заметили, что Владимир Путин в последнее время стал покрякивать, покашливать, что-то у него с горлом. Есть предположение, что просто шея чувствует приближение веревки, которая будет натянута над воротами Спасской башни. Посмотрим. Но тут закономерность в чем? Дело в том, что покрякивать и покашливать он начинает очень интенсивно и активно, когда речь заходит об Украине. И тут связь прямая. Преступления военные в Украине и, соответственно, покрякивание и покашливание. Так вот, Владимир Путин тут получил интересное предложение посетить Воронеж. И знаете, что произошло? Он отказался. Да, и мы любим свою малую родину и гордимся ей. Владимир Владимирович, ну вот и пользуюсь случаем, да, и возможностью, да. Ну, хотим вас пригласить. В Воронеже уже давно не было. Хотелись вот сельхозник. Потому что рассказывать можно. А мы готовы показать, что у нас действительно вот... Анатолий Владимирович, спасибо за приглашение. Воронежская область развивается хорошими темпами. Уверенно. Ну, и она такая стабильная территория. Стабильная. А еще Владимир Путин отказался посещать Белгородскую область. Как вы думаете и почему? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Значит, российский маньяк или главросманьяк встречается с представителями местных муниципалитетов, то есть местных органов власти. И для чего он это делает? У него, ну, по сути, избирательная кампания. То есть, что очень важно. Ему нужно утереть нос западу, ну, и показать, соответственно, этому плепсу российскому, что его до сих пор любят. Любят, обожают, ну, и готовы за него умирать. Вот это вот общение с представителями муниципалитетов в некотором роде просто ярко демонстрирует, насколько в России человек ноль. То есть, он вообще ничего не представляет из себя. Потому что вот эти главы муниципалитетов, они четко демонстрируют, что в случае чего они раскатают любого. Тут есть новости о том, что в Башкортостане, в городе Баймак, какие-то беспорядки. Там в полицию даже начали бросать льдинки и снежки. Ну, сразу Башкортостану могу сказать, что если вы не окажете вооруженное сопритовление, то на вас всех перебьют там, и все. И неважно повод, они вышли в защиту местного журналиста. А если надо, то он и ядерную бомбу на Баймак кинет. Ну, или какую-нибудь другую планирующую. Тем более, Башкирию бомбить намного безопаснее, чем Украину. Российские пилоты это хорошо знают. Так вот, возвращаемся к этой встрече с представителями муниципалитетов. Она меня поразила чем? Что Путин покашливал, покрякивал, поскрипывал. И начал торговаться. Торговаться по поводу Украины. Мол, а может быть, а может быть так, а может сяк. В общем, слово «мир» у него начало звучать. Но на эти размышления его вывели вот эти вот представители муниципалитетов. И это, конечно, дно просто. Такое днище. Руденко Галина Ивановна, Красногвардейский район, Белгородская область. 78 лет назад коллективный Запад не излёг урок. И спустя столько времени нам вновь пришлось бороться с фашизмом, повторяя подвиг наших предков, участников Великой Отечественной войны. Вот это чувство единения, которое у нас, его не передать. Мы едины и мы с вами. Это Бабетта, которая по своему темпераменту, по экспрессии, в некотором роде даже претендует на роль Алины Кабаевой. Да, может гимнастку на пенсии подсидеть. Смотрите, истинная Арийка рассказывает о том, что она с Владимиром Путиным. Естественно, она готова родить для него солдата. Она такие нюансы жизни в Белгородской области упускает. Ну, вот, например, какие-то очереди в Шебекино. Это Белгородская область. Там Шебекино, Шмекино. Варианты есть разные. Что тут у нас? Ага, значит, пенсионеры на морозе стоят за коммунитарной помощью. Неужели нельзя их организовать в помещении? Можно организовать их в помещении. Но зачем? Значит, человек должен быть на уровне скота, чтобы у него не возникло каких-либо других мыслей и эмоций, кроме базовых потребностей. То есть, россиянин должен быть в тонусе. И эти представители муниципалитетов, как вы слышите, коллективный Запад, деды воевали, как выяснилось, с коллективным Западом. То есть, не кажется ли вам, что вот это вот изменение истории Второй мировой войны в некотором роде вышло на новый уровень? То есть, следующий пункт этой мутации исторической будет фиксация того, что Путин освободил Освенцем, лично открывал оборота. Не его дед, не его прадед, что чего тоже, конечно же, не было, а именно он лично. Значит, коллективный Запад, НАТО, они забыли там о том, что была антигитлеровская коалиция, примерно такого же размера, нет, сегодняшняя антироссийская коалиция все-таки побольше. Кто Ленд-Лиз поставлял? Да, англосаксы спасли Советский Союз, но об этом они решили сейчас не вспоминать и внимания. Значит, вы представляете, Путину доложили о том, что на оккупированных территориях найдены учебники и книги на украинском языке. Да, это большое преступление на украинском языке. Владимир Владимирович, когда мы базировались в Луганской области, мы нашли книги, составленные на украинском языке, где восхваляет солдат НАТО, и как солдат Ремба пришли устанавливать мир на украинской земле. А нас, москалей, как они это называют, россиян, враги и недруги украинскому народу. И мы не хотим, чтобы они пришли к нам и промывали мозги нашим детям ложной и искаженной информацией. Потерь, как вы понимаете, нет. Ну или практически нет. А если есть, то зачем о них, в принципе, об этих потерях вспоминать? Правильно? Правильно. Значит, солдат НАТО восхваляют. Проблема в том, что солдаты НАТО, они до сих пор не пришли в Украину. Хотя я лично считаю, что украинские солдаты, сбройные силы Украины и должны быть солдатами НАТО. Владимир Путин по этому поводу занимает другое мнение. Покашливает и поскрипывает. Делает это он нон-стоп. Такое впечатление, что у него вот здесь вот застряла Украина в горле. И он понимает, что не проглотить последние впечатления моего друга, иностранного журналиста из Харькова. Что Харьков ненавидит такой лютой ненавистью российских собачка-свинка-триколор. Что такое не описать. Что общаясь с военными, с гражданскими. Да, страшно, когда в твой город прилетают ракеты. Но вообще нет вот этой вот мысли, что, мол, а может быть мы поднимем руки. Почему этой мысли нет? Потому что российские оккупанты просто всех перебьют безоружных. Это, кстати, отдельный привет Алексею Арестовичу. Это еще одна российская свинка-собачка-триколор. Которая рассказывает, что они только националистов и активистов ликвидируют. А все остальные будут жить как прежде. Вот опыт Марьинки, Бахмута, Северодонецка, Мариуполя подсказывает, что правила этого малороса не работают. Значит, что мы видим, когда слышим вот эти вот выступления муниципалов? По факту они плюют на могилы российских солдат. Плюют и занимаются вот этой уринотерапией. Ну как это можно по-другому описать? Да, мы сейчас подойдем к тому, как Путин начал торговаться. Пишут письма, льют окопные свечи, плетут сети. И это желание каждого его не унять. Каждый хочет нести частичку себя и приблизить победу. Примером в Белгородской области является солдатский привал, где на протяжении практически двух лет женщины и мужчины ежедневно готовят в больших казанах горячую пищу для наших военнослужащих. Это идеальная первая леди для России. Алина Кабаева плачет в своей гримерке, бросает ленту желто-голубую и говорит, блин, как же меня могла эта женщина с Белгородской области подсидеть. Но истинная же, истинная Арийка. Все едины, все для фронта, потерь нет. Зачем эти подробности? Со всей страны в приграничье идут посылки. Помощь собирают наши жители, люди по всей стране. И мы прекрасно понимаем, что наши военнослужащие ни в чем не нуждаются. Но желание помочь его не унять. Генетический код россиянина, он на самом деле-то прост. Желание обогреть, сострадать и любить, помочь ближнему. Вот и все. После такой экспрессии, такого вот этого гортанного голоса Алина будет со своего педестала снизвержена. Путина упадет, и останутся у нее только медали из Олимпиады, ну и, естественно, две булавы. Хочет она обогреть Путина, успокоить его, обласкать его всячески, чтобы он не кашлял и не скрипел. Я хочу выразить слова благодарности от всех жителей Белгородской области за то чувство единения, поддержки и заботы. Действительно, и о наших жителях, и о наших военнослужащих. Да, в Белгород он тоже не ходок. В случае чего вызовет эту белую сотрудника муниципалитета к себе в бункер, в случае чего. Забота о Белгородской области, она прекрасна, как и о Воронежской. Что там в Белгороде появились? Какие-то новые избушки? У нас есть такая пословица. Моя хата с краю, першим ворога застречаю. На современный ЛАД-1 стреляю в врага из Хаймерса и запускала ракеты с Ф-16. А вот у них избушка с краю. И вот эта избушка сейчас у вас на экранах. Вот эта белая солдатская, сотрудник муниципалитета с большим удовольствием бы закрылась в этом укрытии с Владимиром Путиным. Но Путин не дурак. Он знает, что безопаснее всего в его бункере. И вот он решил тут всем объявить, что в принципе хочется мира. Очень сильно хочется мира. Он торгуется и пытается объяснить россиянам, что другого выхода не было. Только война. Только сотни тысяч убитых российских солдат. Ну и украинцев, конечно. Не без этого. Мы цену войны осознаем прекрасно. Спасибо большое, Галина Ивановна. Прежде я хочу сказать, что я и вам, и всем людям, которые проживают на этих програничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и исполченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать. Вас и ваших коллег на муниципальном уровне. Я знаю, как люди себя там героически ведут под обстрелами. Здесь нужно сказать фразу. Специальная военная операция идет по плану. Тут мы вспоминаем Шойгу, который говорил, если удары будут вынесены за линию боевого соприкосновения и будут попадать под раздачу Крым и российские регионы типа Москвы, то тогда мы ухнем. Но нет. Никто об этом не вспоминает. Вот сразу понятно, именно это он запланировал. Ну, в смысле, Владимир Путин. Он же у них там за гения. А все началось почему? Оказывается, причина НАТО. В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО произошло страшное. Я на этом саммите был лично. Летал туда на самолете Виктора Андреевича Ющенко. Сейчас, по-моему, на этом самолете летает Зеленский. Совсем недавно бывший президент Чешской республики сказал очень откровенную вещь, очень важную. Публично сказал. Вот только что. Бускваль несколько дней назад. Война на Украине, сказала, началась не в феврале 22-го года, а летом 2008-го, когда было принято решение, да, наши СМИ давали уже, да? Ну, ладно. Я-то все-таки повторю. Когда было принято решение об открытии двери для Украины и Грузии, дверей в НАТО. Смотрите, началось. Покашливание, похрюкивание, поскрипывание. Он пытается объяснить россиянам, что другого варианта не было. А может быть, он был? Особенно если учесть, что и сейчас Украина на НАТО не вступает. Ну да, приняли они декларацию тогда, что двери открыты. Так у них для всех государств это правило действует. Вопрос, была ли у нас возможность вступить в Альянс? Тогда нет. И сейчас тоже саммит в Вильнюсе был, что нам сказали? То же самое, что и на Бухаресте. Двери открыты. Это не та история, которая происходит там на болотах. Что кто-то зашел в не те двери и потом чпок. Напомню, что Украина получила свою независимость на основании декларации о независимости. А там было написано, что Украина нейтральное государство. Это решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России. И Украина до сих пор остается нейтральным государством. Да, нам помогают, но, как вы видите, вот эти документы, которые мы сейчас начали подписывать с нашими союзниками, они предполагают обязательства стран-партнеров помогать Украине оружием, деньгами, о гарантиях безопасности никаких разговоров нет. Именно поэтому некоторые документы, подписанные Беззеленским и Суноком, называют Будапештский меморандум 2. Это ошибочное мнение. Это совсем другая история. И об этом мы на этом YouTube-канале, на который вы, конечно же, подписаны, очень-очень много говорили. Вопрос в чем? Что почему-то Манничелла решил, что он имеет право требовать от нашей страны согласования с ним своего будущего. Вот это главная проблема. Что дед себе что-то придумал, это что-то не работает, и в результате мы имеем большую проблему. Они на нас напали, мы их отстреливаем днем и ночью и отстреляем до последнего российского солдата. Он же российский оккупант. Это все привело к той трагедии, которую мы переживаем сегодня. И то, что сейчас происходит, а именно сплоченность нашего общества, укрепление нашей экономики, не только в сельском хозяйстве, в промышленности, рост потенциала вооруженных сил, это полная неожиданность для противника. Местами этот рост отрицательный. Укрытия в Белгороде об этом четко свидетельствуют. Значит, что происходит на прилегающих территориях? И просто люди со стороны спрашивают, а зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл? Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – это показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают, оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России. Манечила тут рассказал, что они мирно бомбят украинские военные предприятия и военные объекты. Но как это происходит, вот мы сегодня, например, видели в городе Одесса. И да, ответка должна быть серьезней. Нужно бить по их городам так, чтобы складывались воинские части. Ну или в случае на работу российского ПВО обрушались полностью девяти этажки вместе с жителями. Им должно быть понятно, что за каждый удар по Украине они ответят своими жизнями. А вот Манечила тут выдал новую базу. Это первое. Вторая задача – это отказавшись от переговоров. Они же отказались от переговоров. Ну, напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Говорю это вам, представителям муниципальной власти. Ну и все граждане России, конечно, должны знать. Но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Раньше Путин говорил, что почти договорились или почти парафировали. Бумаги перед африканскими лидерами год назад он трес соответствующие, трясыми. Но почему-то подпись не показал. Подпись Арахамии. Арахамия еще тот деятель. Это говорит о его высоком интеллекте. Ну и понятно, там, где высокий интеллект украинского депутата, то все эти вещи сразу отражаются на языке Владимира Путина. Подпись стоит. У нас документ лежит. Нам только говорили, надо знак какой-то подать. Что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвезти от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Давайте-ка зададимся одним вопросом. А что делали российские собачка-свинка-триколор возле Киева? Что они там делали? Я знаю, что они там делали. Они хотели уничтожить украинское государство. Хотели, но не смогли. И войска отвели, потому что получили люлей. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-мистр Великобритании, господин Джонсон, и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо сказать, ну вот, если бы, значит, мы пошли бы на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Приехал Джонсон и помешал закончить все полтора года назад. Ты еще скажи, что тебя опять обманули. Водили за нос очень-очень долго. Странно очень. Странный Путин. Вот он это подает, якобы это какое-то его достижение, что война не закончилась полтора года назад, что его обманули. Он не знал, ну просто не знал. У него такого опыта нет. Он историю не знает, он плохо образован, у него нет никакого политического бэкграунда. Он просто не знал, что так западные элиты обманывают всех. Причем, если бы он даже это знал, он мог бы подумать, что он такой особенный, не обманут его, не обманывали таких воротил мировой политики, как, я не хочу даже фамилии сейчас назвать, которые формировали у себя в регионах настоящие империи, и их выбрасывали. Если его так часто обманывают, может быть, он просто профнепригоден? Это понятно. Для всех, для всего мира это очевидно. Но это не все. Конечно, одна из главных задач ударов подобного рода, это отвлечь внимание своего собственного населения и спонсоров, опять же, от полного провала так называемого контрнаступления. Хотел взять Киев, а теперь хвастается, что якобы отбили контрнаступление. А может быть, мы еще ничего не начинали? Может быть, еще прилетят самолеты и будем бомбить? А что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полторы года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования. Переговоры возможны. Вопрос о чем? Путин торгуется. Он говорит, оставьте мне то, что я захватил. Видите? Завоевал даже. Он не использует слово пропагандистское освобождение. Теперь чистый захват. Классно, да? Но когда Владимир Путин говорит, что невозможно их отбросить, заставить уйти с украинской земли, ну почему же невозможно? Есть хороший проверочный вопрос. Херсон, негодяй, чей? Собрали тапки, свернулись и свалили. Так и будет и с остальной территорией Украины. Не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Торгаш Владимир Владимирович раньше торговал газом и нефтью с Европой, теперь пытается выторговать себе украинские территории. Но едва ли это удастся. Значит, мозги там закомпостировали людям. Проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Что мы слышим? Он угрожает очередной раз лишить нас государственности? Да ты что? Такое впечатление, что дед до сих пор планирует парад на Хрещатике. Ты уже попробовал разок? Второго шанса не будет. Как же он гадкий. Гадкий. Подписывайтесь. Украина была я и Будда. Пока. Продолжение следует.